Сегодня мы рассмотрим экосистемы Core MultiChain, оценим ее общее состояние и перспективы развития, а также посмотрим, что предлагает нам данный проект на сегодняшний день. Core MultiChain – это мультицепная сеть POS, ориентированная на взаимодействие, масштабируемость и удобство использования. В качестве ядра используются специальные алгоритмы подтверждения ставки с поддержкой AI, а также многоуровневая модель консенсуса и управления на основе голосования. Blockchain Core – это сочетание всех новейших фреймворков и продвинутых языков программирования в одном передовом решении. Core выполняет ряд важнейших функций, а также использует сложные технологии в одном оптимизированном, эффективном и высокоскоростном бежсетевом протоколе связи. Core успешно зарекомендовала себя среди профессиональных пользователей благодаря своим уникальным возможностям. Core имеет универсальный обозреватель блоков, который позволяет любому просматривать блоки в любой цепочке, подключенной к Core, а также во всех основных публичных цепочках, таких как Bitcoin, Ethereum и т.д. Мосты Core позволяют обмениваться ресурсами, данными и информацией между несколькими блокчейнами в разных экосистемах, что является ограничением, присутствующим в настоящее время в технологии блокчейнов. Такое межсетевое взаимодействие называется совместимостью. Уровень защиты конфиденциальности транзакций Core TPPL добавляет дополнительный уровень безопасности и конфиденциальности при проведении транзакций в его цепочке блоков. Это универсальный уровень, который применяется к каждой цепочке, подключенной к Core, и может применяться к основным общедоступным блокчейнам. Проект использует токен CMCX, который позволяет пользователям завершать транзакции с другими пользователями в блокчейне, а также оплачивать все платежи внутри экосистемы. Его можно использовать для управления, ставок, транзакций, смарт-контрактов и вознаграждений валидатора на платформе. Поговорим о цифрах. Общее предложение токена составляет 20 миллиардов CMCX. Распределение проходит следующим образом. 30% забронировано, 20% отведено частным учредителям, 20% IEO, 10% уйдет на награды экосистемы, 5% на маркетинг и операции, 3% консультативный совет, 2% стратегическое приобретение и 10% отводится команде разработчиков. Так, проект получает необходимую поддержку и не жертвует благополучием своих пользователей. Кстати, о IEO. Действительно, Core отводит ему большое значение. Этап IEO начнется 1 октября. На данном этапе он будет включен в листинг 10 бирж. Уже сейчас вы можете подготовиться к нему. IEO будет проводиться на Probit, B2P, B2B, INDEX. И будет рассматриваться на LBank, Hotbit, XT, Findax, Probit, B2P, B2B, INDEX и CoinX, BKX, Bank6. Будет отметить и уровень проработанности фундаментальных проблем, которые стоят перед блокчейном в целом. Во-первых, это уровень масштабируемости. Ни для кого не секрет, что технология блокчейн пока не может использоваться в массовом масштабе. Низкая пропускная способность – самое большое препятствие, которое стоит перед ним. В качестве решения Core сочетает использование POS, боковых цепей и обработки вне цепочки. Таким образом, ускоряет широковещание блоков, что напрямую влияет на масштабируемость. Также никто не отменял проблему совместимости и безопасности сетей. В настоящее время нет доступных решений для истинного межсетевого взаимодействия без необходимости использования третьей стороны, что также влияет на безопасность блокчейна. Core постоянно работает над улучшением взаимодействия блокчейнов, повышая эффективность межсетевой транзакционной логики. Безопасность в таком случае гарантируется многосторонним вычислением, реконфигурацией комитетов и шифрованию. В конечном итоге это позволяет безопасно и конфиденциально совершать транзакции в экосистеме Core. В заключении стоит отметить, что Core MultiChain можно по праву назвать технологией будущего. В нем заключены все самые современные технологии и решения, которые двигают всю индустрию вперед. Если вас заинтересовал данный проект, то переходите на его официальный сайт, а также на его социальные сети. Все необходимые ссылки вы сможете найти в описании под видео. Субтитры создавал DimaTorzok